Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос, меня зовут Елена, Елена 28 лет, встречаюсь с Мишиной, ему тоже 28 лет, в отношении к 4 года, живем отдельно и каждый с своими родителями, хочу давно семью или хотя бы съехаться, но он постоянно кормит обещаниями, то перейдет на новую работу, то повысит ЗП и тому подобное, увидимся пару раз в неделю, в пятницу вместе гуляем, потом он ночует у меня. Беспокоит ситуация в отношении к его друзьями, очень часто проводят время, много говорят по телефону, мне практически не звонит, переписываемся в соцсетях, звонки только по делу, при этом общих интересов, кроме погулять и выпить, у них нет, я не против того, чтобы он встречался с ними, а могу и с ними сходить, но не так часто, да и скучно, я сижу с подручками, он обнимается и пьет с друзьями, при этом у них нормально обниматься, целовать щечку, ударить их, к примеру, друг друга по пятому месту, я такое неприемлемо много говорила на эту тему, почему он часами разговаривает с кем-то из друзей, хотя у нас таких разговоров нет, почему гуляет с ними часа, а со мной только пару часов после работы. Он начал после этого врать, что дома, когда все узнало, то сказал, что с ними отдыхает и забывает все проблемы. Я его спросил, зачем он работать со мной, на том говорит, что любит, расставаться не хочет, но с ними будет гулять. Нормально ли это вообще, можно что-то с ним сделать? А зачем что-то с ним делать? Зачем? То есть вы его хотите переделать под себя, получается вы не принимаете его таким, как он есть, а значит под сомнение ставится вопрос о вашей любви. Это первое. Второе, если вы хотите семью, то вероятно вы ведете себя как женат, уже, и соответственно изначально вели себя как некая такая девушка его, то есть здесь выделяется гендерное поведение, ну вот к вам и относятся как к носителю гендерного поведения, а не как к личности, ведь вы предъявляете претензии, почему нет разговоров, но что между вами общего, что вас объединяет, какой у вас общий интерес и есть для них. Вот, мне кажется, на что нужно обратить вам свое внимание. Дальше. Вы пишете о том, что значит вы не приемлеме, что у них нормально обниматься, целовать, все, что там и так далее. Почему? Ну то есть, окей, если вам не приемлемо это. Хорошо. Как бы, а почему вы тогда с этим человеком? То есть, понимаете, здесь мне кажется два основных аспекта. Первый аспект это то, что ваши отношения не развиваются, и вы не чувствуете, что у вас с человеком живой контакт, а больше друг с другом вы находитесь либо по привычке, либо потому что больше не с кем. Вот. И второй момент заключается в том, что вы не живете отдельно, но уже хотите семью. То есть, это поведение человека, на мой взгляд, предрасположенного к зависимости, к созависимости в отношениях. Понимаете? То есть, смотрите, с родителями вы являетесь дочерью их ребенком, и вы возвращаетесь каждый раз домой к родителям, ну, оставаясь ребенком их, но не самой собой. С мужчиной вы, как бы, судя по всему, хотите в семью, при этом сам по себе вас, он, судя по всему, не интересует. Вот. То есть, получается, как бы вот в этом смысле вы заменяете свою, как бы, реализацию стремлением к семье. Вот. Ну, а то, что вы ждете, то, что вы надеетесь, что он изменится, и то, что фактически вы хотите его изменить, это говорит о том, что вы перекладываете ответственность за то, что хотите на него, но не на себя. То есть, вы не берете ответственность за то, что вы хотите. То есть, вы не очень осознаете свои желания. Вот. То есть, семья вам для чего? Ну, вот. Понимаете, как бы, хотеть семью, как цель, это очень тревожный знак. Семья является естественным результатом развития отношений. К этому люди приходят. Но когда целенаправленно идут к семье, это вызывает вопросы. Вызывает вопросы о том, а не замещает ли семья что-то еще. Вот. Такая вот история. Поэтому, отвечая на то, нормально ли это для него – да, для вас – нет, что вы с этим собираетесь сделать. Можно ли с ними что-то сделать – нет, нельзя. Он взрослый человек, если его все устраивает – ничего, сделать с ним нельзя. Другой вопрос, что его можно замотивировать. То есть, нужно сделать так, чтобы ему захотелось меняться, но это нужно для чего-то. То есть, вам, условно говоря, нужно стать ему интересной. Понимаете? Вы послушайте, о чем они говорят. И посмотрите, эти интересы вы можете разделить или нет. Если вы не разделяете эти интересы, то вопрос, зачем вы с ним, а не он с вами. Понимаете? То есть, я здесь вижу вот такую проблематику. Ага. Еще, на мой взгляд, вы его ревнуете. Вы ревнуете его к друзьям, и это говорит о вашей самооценке. Вот. То есть, с ней я бы поработал. Вы пишите, я сижу с подручками, он обнимается и пьет с друзьями. В смысле этого предложения я не очень понял. Но вы с подручками, он с друзьями. Эээ, во-первых, что здесь такого? Во-вторых, эээ, не кажется ли вам, что здесь происходит разделение по гендерсингу? К честному лагеру? Мне кажется, что вам, мужчина и женщина, если они хотят построить, эээ, серьёзные отношения, то есть прочные и крепкие, они будут воспринимать друг друга только как мужчину и женщину. А ведь именно это с вами и происходит. И вы сами к себе так относитесь, сами себя так позиционируете, скорее всего. И вы мужчину выбираете, который также позиционирует себя и вас. Вот. Решно предположить, что мужчина вас добивался. изначально. Это, конечно, бывает не всегда, но такого рода отношения вполне возможно, что там была какая-то другая картина. Но, как правило, когда отношения вот такие, изначально был очень ярко выраженный романтичный период. Вот. Ну, либо его вообще не было, и вы изначально, как бы, вот, ну, надеялись на его обещания. Вот. То, что вы ждёте, то, что вы надеетесь, говорит о том, что вы пытаетесь перенести ответственность с себя за то, что вы хотите на другого человека. Вот это ключевая история. И вы спрашиваете, зачем он со мной? И у него, опять же, пытаясь от него получить ответ, то есть подтвердить свою ценность. И вы пишите, что он говорит, что любит и расставаться не хочет. Но про себя вы не говорите, а зачем я с ним? Как и у меня к нему чувства. Ведь то, как человек проводит свой досуг, это его право. Это его выбор. А вы уже с ним ведёте себя как родитель. Вот. Потому что то, что он вам врёт, это означает, что он в детской позиции, вы в родительской. И это нормально. Если человек, вот как вы, живёт со своими родителями, вы для них ребёнок. Но вы-то уже не ребёнок, а вы бы имеете дело с родителем. То есть с тем, кто выше вас. Да, у вас есть подружки. Но к подружкам вы ходите как бы в гости. Возвращаетесь домой, вы всё равно в детское состояние. Как я уже говорил. И это для вас близкие отношения. На постоянной основе. И естественно, что другие близкие отношения, более близкие, да, с молодым человеком, вы будете выстраивать по такой же схеме. Или ты родитель, я ребёнок от тебя завишу. Или я родитель, ты от меня, ты делаешь, что я хочу. Это и есть прямая тенденция к зависимости. Поэтому я рекомендую вам выбрать психолога, начать работу, сепарацию от родителей. Работу над самооценкой, с эмоциональной сферой. Вот. И пересмотр ваших отношений с молодым человеком. И, в принципе, пересмотр того, как вы видите себя с точки зрения ролевой модели поведения. И насколько вы соответствуете своей позиции. То есть, понимаете, как бы человеку кажется, что если для него что-то неприемлемо, и он пытается менять человека, это проявление силы. Нет, это проявление слабости. Потому что я такой, ты такая. Если мне что-то не нравится, я тебе об этом говорю. Если всё остаётся, значит тебе это важнее. И я уже выбираю, как к этому относиться. А вы пытаетесь снова и снова его переделать. То есть, по сути, отобрать у него это. При этом, как бы ничего взамен не предлагать. Да? То есть, претензия, почему нет разговоров, это же не помышает интерес ваш в его глаза. Это, наоборот, делает вас просто родителем. Ну, женой. Понимаете? Не личностью. Не партнёром, а женой. И вы спросите себя, я какие отношения выстраиваю, где я могу быть партнёром и личностью, равноправным членом. Да? Равноправным партнёром. Или я выстраиваю отношения, где я жена и будущая мать. Вот. И, соответственно, у каждой из этих позиций есть свои плюсы и минусы, но есть и своя цена, которую вам нужно платить. Понимаете? То есть, если вы выбираете позицию жены, то вы, соответственно, выбираете, что вы как бы находитесь в позиции ниже, чем у мужчины. А это значит, что он делает то, что он считает нужным. Вот. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего доброго. Удачи. Обращайтесь за помощью. Вам она пригодится.